Дорогие друзья, братья и сестры, в это воскресенье Церковь вспоминает события, праздник, вход Господень в Иерусалим. Еще его называют вербное воскресенье. Это историческое событие. Почему мы так торжественно празднуем это событие? Дело в следующем, что перед тем, как Господь вошел в Иерусалим, Он за день до этого события воскресил праведного Лазаря. Что это значит? Ведь Господь и до этого воскрешал умерших, и сына вдовы Наинской, и маленькую девочку. Дело в следующем. Маленькая девочка и сын вдовы Наинской были только что умершими. С Лазарем нечто другое. Лазарь был четыре дня во гробе. И когда Христос подходит к пещере, то его предупреждает одна из сестер, Господи, уже четвертый день смердит, когда он решил отнять камень от гроба. Они всех запереживали и ужаснулись. То есть вернуть к жизни ту плоть, которая уже активно подвержена гниению, тлению, это может только сам Господь. Это не просто поднять человека, дать ему жизнь. Это значит восстановить его эти все клетки, которые уже текут, из них идет зловонье. Только Бог мог это сделать. Вот эта информация прошла по всему Иерусалиму, по всем окрестным селениям, и народ стал сходиться. Народ думал, что вот это та точка, с которой начнется восстановление, восстановление нашего государства, нашего народа, нашей веры, что сейчас будут уничтожены захватчики, проботители, римские воины, римские правители, и мы заживем. Но Господь, как сказал Пилату, что царство мое не от мира сего. Для того, чтобы человек жил счастливо, правильно, он должен жить праведно. Праведная жизнь – это победа. Победа в первую очередь над своим эгоизмом, над своим «я». То, что мы называем в церковной жизни – гордость, тщеславие. И вот если это все и другие страсти, которые рождаются от них, будут побеждены, тогда вот это счастье, радость придет в твое сердце, и ты почувствуешь себя счастливым. И ты сможешь осчастливить тех людей, которые живут рядом с тобой, работают рядом с тобой. И еще этот праздник – преддверие. Преддверие праздника – воскресенье Господне. Господь перед этим праздником, перед своим воскресеньем воскрешает Лазаря. И тем самым показывает, показывает свою силу, свое величие, свое божество. И мы с вами в этот день тоже берем веточки, веточки вербочек. И как те отроки держали пальмовые ветки, а пальмовая ветвь означает знак победы, радости и торжества. Вот мы накануне события Пасхи празднуем эту маленькую победу, как кажется многим, предвозвещающую великолепное восстание из мертвых. Всех вас поздравляю с этим праздником.